Завод кровельных материалов Шатыр Ортологэ производит и реализует металлочерепицу Каскад, профлист, сайдинг, водосточные системы из металла с завода Северсталь, а также не имеющую аналогов в Казахстане, металлочерепицу Андалузия с уникальным дизайном под натуральную черепицу. Выезд на объект, замер, расчет, доставка бесплатно. Возможен кредит. У нас самые низкие цены в городе. Наш адрес юго-запад, участок 103, возле рынка Топыз, телефон 947-500. Выпуск подготовлен при поддержке завода кровельных материалов Кровельный центр. Завод кровельных материалов Шатыр Ортологэ производит и реализует металлочерепицу Каскад, профлист, сайдинг, водосточные системы из металла с завода Северсталь, а также не имеющую аналогов в Казахстане, металлочерепицу Андалузия с уникальным дизайном под натуральную черепицу. Выезд на объект, замер, расчет, доставка бесплатно. Возможен кредит. У нас самые низкие цены в городе. Наш адрес юго-запад, участок 103, возле рынка Топыз, телефон 947-500. Все семьи, в которых четверо и более детей, хотелось бы, чтобы были взяты под особый контроль. Народные избранники переживают за октябрьскую молодежь, в частности трудную. Сегодня они в очередной раз собрались на сессии городского мыслихата и детально рассказали, как намерены помочь молодым людям в трудоустройстве и обучении. Я думаю, что это удобно просто руководству, чтобы, ну, это оставалось кулуарно. Дают ли и берут ли в местных вузах взятки? Если да, то сколько именно преподаватели просят за снисхождение на экзаменах? И вообще, чем обычно заканчиваются такие дела? Узнайте в выпуске «Факта». Тысяча молодых актюбинцев отправятся этой весной служить вооруженной силой Казахстана. С 1 марта начался вестиний призыв на воинскую службу. Здравствуйте! В эфире информационная программа «Факт» в студии Сергей Довголюк. Один из 13 погибших при крушении вертолета вооруженных сил Казахстана, 34-летний уроженец Аксюбинской области Данияра Кунурбай. Военнослужащий родом из села Акраколь Муголжарского района. В селе в настоящее время проживают родители погибшего. В 2007 году Данияр окончил актюбинский военный институт сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова. У погибшего авиационного инженера остались супруга и трое маленьких детей, младший из которых родился в декабре прошлого года. Как стало известно, семье погибшего майора по поручению руководства области будет оказана вся необходимая помощь в организации проведения похорон. Напомним, накануне вертолет Ми-8 потерпел крушение в Желагашском районе Казалардинской области. Вертолет при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел. На борту находились 13 человек. Все они погибли. Сегодня примерно в 6 часов утра на железнодорожном переезде на трассе Актубе-Оренбург в районе нефтебазы Осинойл автомашина марки Нива-Шевроле столкнулась с локмотивом. В результате ДТП водитель автомашины скончался на месте. Пассажир получил ушибы. По данному факту начато досудебное расследование, назначены экспертизы. Народные избранники переживают за актебинскую молодежь. В частности, трудную. Этот вопрос всегда на контроле держат и полицейский, и Акимгорода. Сегодня они в очередной раз собрались на сессии городского маслехата и детально рассказали друг другу, что намерены делать с молодежью, как помочь молодым людям в трудоустройстве, обучении и вообще, как жить, не нарушая закон. Количество совершенных в Ак-Тубе в прошлом году тяжких преступлений снизилось по сравнению с 2017 годом на 187 преступлений. Всего их было зарегистрировано около 600. Об этом сегодня говорил начальник городского управления полиции Баглан Курманалин. Закратилось количество преступлений. Это значит особо тяжкие преступления на 20 процентов, тяжкие преступления на 24 процента, небольшой тяжести на 23 процента, умолченные причины, тяжкие вреда здоровья, хотя мы, значит, у нас увеличение пошло, сократилось, раскрывались преступления на 95 процентов, процентов раскрывались. Мошенничество на 7 процентов, разбой, разбойное нападение на 42 процента, хища, значит, сбыт находчиков на 20 процентов, угон на 2,9 процентов. За различные правонарушения КАДМ ответственности привлечено свыше 64,5 тысячи лиц. В основном за появление в состоянии опьянения и распития спиртных напитков в общественных местах. На сегодняшний день проблемными для стражей порядка вопросами являются карманные кражи и воровство мобильных телефонов. При проведении анализа кражи совершаются в основном в общественном транспорте, при этом 90 процентов воров-карманников являются наркозависимыми. Полицейские при этом отмечают, что сегодня и утерю мобильников регистрируют как кражу и возбуждают уголовные дела. Вчера ребенок, второклассник идет, выходит, значит, с школы, значит, когда выходил, он положил карман, когда приходит домой, он никуда, ни автобус не садился, никуда, утерял сотовый телефон. Вынуждены мы возбудить уголовное дело. Пока мы этот сотовый телефон не найдем, это считается, что вытекает. Также перед народными избранниками о проводимой работе с молодежью доложила из-за макима города Кульпаршина и Дарханова, безработицу среди молодых горожан еще до конца не устранили. На небольшую зарплату нынче не все хотят идти, и это при том, что сейчас имеется около тысячи свободных вакансий. В целом проблем среди подрастающего поколения немало заметили и депутаты. Чиновников они попросили правильно и вовремя доносить нужную информацию. В особенности до младежи, воспитывающейся в многодетной семье. Наверное, те семьи, в которых четверо и более детей хотелось бы, чтобы были взяты под особый контроль. Те же самые наши средства, которые мы выделяем в виде грантов на обучение в СОЗах, в ВУЗах, то же самое. Потому что получается, что часть населения из-за нехватки информации не получает эти гранты, которые мы выделяем. Ну и не обошли сегодня стороной. Вопрос воспитания подростков, правонарушения среди них также имеют место. Трудных нужно правильно воспитывать. Так считает, к примеру, депутат Ерлан Татимов. Он открыто предлагает вводить проблемную молодежь в суды, в колонии или центры адаптации. Так сказать, экскурсия для профилактики. Там работает группа психологов, педагогов, психопедагогов, которым прошли специализацию по криминальной психологии. Это действующая организация, центр, школа, да? И ничего придумывать не нужно. Можно просто посетить. И как пример, одним из примеров включить. У градоначальника свои идеи по воспитательной части Ильяс Испанов просит руководителя предприятия создать у себя в коллективе комитеты по взаимодействию с учебными заведениями. Здесь с ней сотрудничать. Вот, например, СИПСИ. Я просто увидел у Хаснаутера вот тут диспансер, она вот. Трансантерна, например, у них у себя должны быть какие-то там комитеты молодежные, чтобы действительно вот эти комитеты могли взаимодействовать с колледжами, университетами и школами. Соответственно, мы же понимаем, что у молодежи какой-то проблем была в трусах. Они не звонят, вот, полиция, вот, Валан Тулевович, ну, они туда не звонят, потому что у них по своим этим пониманиям думают, что они кого-то там сучат. Лучше вот такие комитеты, они должны как бы взаимодействовать. Действительно, если общество, ну, хотим. У всех есть дети, но я хотим, чтобы они благополучно росли. Это Цакива, Сергей Калашников, программа «Факт». В местных вузах и колледжах имеют место получение вознаграждения за принятие положительного решения при проведении экзаменационной процедуры. Об этом стало известно по результатам проведения анонимного анкетирования. Итак, чем обычно заканчиваются такие дела и как сегодня работает система взяток в вузах, расскажут наши корреспонденты. Борцы с коррупцией добрались и до преподавателей местных вузов и колледжей. Не так давно они предложили студентам примерно полутора тысячам анонимное анкетирование. Честно рассказать, есть ли в их учебных заведениях преподаватели-взяточники. Анкета состояла из 14 вопросов, составленных специалистами. Выяснилось, что вопрос, к примеру, с создачей экзамена, все-таки возможно решить полюбовно. Нами все материалы были направлены в правоохранительные органы, во-первых. Во-вторых, во все эти высшие учебные заведения, чтобы они удостоверились и проверили, выяснили, насколько они достоверны, если они достоверны и принимали определенные меры. Преподаватели якобы и берут взятки или подарки иногда и на рабочем месте. В агентстве по борьбе с коррупцией сегодня рассказали, дают и берут разные суммы. В среднем преподаватели просят за снисхождение на экзаменах и зачетах от 1 тысячи до 80 тысяч тенге. Не стесняются преподаватели сами просить подарки за оценки и в виде тортиков, пирогов и даже фастфуда. Как так получается, гадают теперь борцы с коррупцией. В частности, в делах о взятках засветились преподаватели университетов, медицинского, а также имени Жубанова, Байшева, колледжей сервиса, промышленных технологий и управления. Рикбезы с преподавателями явно не проводят соседу и те, кто проводил анкетирование. Но пока задерживать нечистых на руку преподавателей не получается. Но и о том, что некоторые предметы на отлично, без заноса точно не сдать, уже обсудили и в соцсетях. В общем, доказать эти факты все труднее. Класть деньги в зачетку теперь не принято. Чаще используются новые современные технологии. Электронные переводы, банковские карты. Но еще известно о том, что в интернете можно за энную сумму купить и дипломные работы. Весь народ, если вы читали комментарии, весь народ пишет, что да, действительно, а что вы только узнали, везде есть. Там берут, здесь берут, а что тот университет не указали, там тоже берут. Народ знает. А если руководство, вот это, которое нам в департамент сотрудникам звонили, разные выходили, что якобы они не согласны, есть определенные вопросы. Если они не знают, что у них под носом творится, то грешим тюна. Это здесь может быть незаинтересованность руководителей. Им не же надо восстанавливать, чтобы в вузах было все чисто и прозрачно. Борцы с коррупцией уверяют, все анкеты отправлены в правоохранительные органы. Те преподаватели, а некоторые респонденты писали и имена наставников, которые берут взятки, будут наказываться в соответствии с их действиями. Более того, для объективности в скором времени анкетирование намерены провести и среди преподавателей. А вдруг кто-то заставляет их брать дань? Будем спрашивать, есть ли факты, когда у них требуют, либо их заставляют собирать определенную дань, после чего они собирают, возможно, со студентов. Лиза Сакива, Сергей Калашников, программа «Факт». Более 70 административных дел было заведено Актюбинской транспортной полицией с 26 по 28 марта. В течение трех дней на станции Актюбе проводилась акция «Нулевая терпимость к беспорядку и нарушениям». Среди нарушения фигурировали мелкое хулиганство, приставание в общественных местах, курение в неустановленном месте и распитие алкогольных напитков. За первой проведенной акции сотрудники линейного отдела полиции на станции Актюбе за различные административные правонарушения было составлено 72 административных материалов. Из них основным это 334-е, то есть мелкое хулиганство, совершенное гражданами. Так это 4 факта по курению в неустановленных местах, это в отдельных общественных местах 6 фактов. И за представление в отдельных общественных местах это 12 фактов. Также были составлены за административные правонарушения, то есть распитие спиртных напитков и появление в общественных местах 16 фактов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тысяча молодых актюбинцев отправятся это весной служить в вооруженные силы Казахстана. С 1 марта начался весенний призыв на воинскую службу. Он продлится до 30 июня. Первая команда призывников уже отправлена на службу в пограничные войска. Критерии сейчас отбора по состоянию здоровья мы проводим, проводится это постоянно действующими медицинскими комиссиями на основании приказа. Совместного приказа, это Министерство обороны и здравоохранения, согласованный приказ по требованию, предъявляемой по состоянию здоровья. Там указаны критерии по различным заболеваниям. Насчет то, что процент, процент, есть такие у нас сейчас часто встречаются заболевания, это глазные заболевания, также заболевания внутренних органов, такие заболевания, как плоскостопие, такие, да, имеются у нас. Но в процентном соотношении это будет уже по итогам призыва мы уже можем сказать. Сейчас, в данный момент, мы сейчас не сможем сказать, но по итогам прошедшего года, в пределах 20-15% таких. В этом году призывники поедут служить практически во все области Казахстана, в войска Минобороны, пограничных частях, а также нацгвардии и службе охраны президента. Как отметили представители военкомата, в прошлом году из призывников был отсеян каждый пятый по состоянию здоровья. Сегодня будущие защитники Отечества страдают в основном болезнями, связанными со зрением и внутренними органами. В Ак-Тубе запущен проектный офис экономики простых вещей. Сегодня в Палате предпринимателей Атамикен подробно рассказали о сути проекта и новых возможностях для местных бизнесменов. В состав регионального проектного офиса, который открылся на площадке Палаты предпринимателей Атамикен, вошли представители Акимата и фонда Дому. Основным направлением работы офиса станут вопросы финансового обеспечения проектов, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающей промышленности и услуг. В частности, это производство товаров по линии легкой промышленности, мебели, строительства и агропромышленного комплекса. В целом у нас в Казахстане на товарном рынке 59% товаров завозится извне, импортируется 59%. Из них 23% это сельскохозяйственная продукция, 35% это продукты питания. И как вы сами догадываетесь, 82% это непродовольственные товары. То есть все то, что носим, действительно импортное производство. Стоит задача снизить эту зависимость, импортозависимость будем говорить, от 59% до 37%. Офис будет целенаправленно вовлекать предпринимательское сообщество в развитие экономики простых вещей, разъяснять условия участия в программе льготного кредитования, решать проблемы, с которыми будут сталкиваться бизнесмены в процессе реализации своих проектов, стимулировать инвестиционную активность предпринимателей и оперативно решать проблемы. То есть сопровождать весь процесс от стадии разработки бизнес-плана до финансирования. Простые вещи, они определены по товарным группам. То есть это не просто ОКЭТ, это конкретно товары по наименованию. Таких товаров 365 определены. Вот если компания будет производить товары с этого перечня, они могут участвовать в этой программе. Напомним, что по поручению главы государства правительство Казахстана выделило 600 миллиардов тенге на финансирование экономики простых вещей. Из них 400 миллиардов будут направлены на обрабатывающую промышленность и услуги. В программе предусмотрен механизм кредитования заемщиков по ставке не более 15%, из которых 8 будут оплачиваться субъектам частного предпринимательства. Оставшаяся часть будет субсидироваться государством со сроком погашения до 7 лет. В сумме кредитования нет ограничений. При этом, если сумма кредита не превышает 10 миллиардов тенге, если проект реализуется в сфере обрабатывающих промышленности и услуг, решение о субсидировании проекта принимается за фондом дому самостоятельно. В случае, если сумма проекта превышает 10 миллиардов тенге, необходимо положительное решение министерства, индустрии и инфраструктурного развития. В рамках программы поддержано будет не только производство готовой продукции, но также необходимого сырья, продуктов первичной переработки и дальнейший сбыт. Комплексный подход позволит не только создать новые производства, но и даст возможность модернизировать имеющиеся предприятия. В настоящее время к программе подключилось 9 банков второго уровня. Палата предпринимателей призывает бизнес активизироваться, так как сумма средств, выделяемых на регион, будет зависеть от предложенных проектов. На сегодня пул потенциальных участников предварительно включает 16 проектов. Ирина Гудь, Смирлана Манжулов, программа «Факт». Президент Казахстана Касамжумар Такаев встретился с помощником президента Российской Федерации Андреем Фурсенко, сообщает пресс-служба КАРД и пишет КАСТАК. Глава государства отметил важность казахстанско-российского партнерства и союзничества в обеспечении долгосрочных национальных интересов двух стран. В свою очередь Фурсенко проинформировал Такаева об итогах его визита в город Нур-Султан. «Мы провели конструктивные и интересные переговоры, посетили Национальный центр биотехнологий, Назарбаев университет, Сенат парламента. Есть общие приоритеты и потенциал развития в научной сфере», сообщил Фурсенко. О других событиях нашей страны вы узнаете из следующего видеообзора. Первый президент Казахстана Нур-Султан Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе военного вертолета, сообщается на сайте АКОРДЫ. «Военнослужащие Казахстана всегда верны присяге, преданные беззаветно. Служат родине. Безвременная кончина молодых людей болью отозвалась в моем сердце. Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражая самые искренние соболезнования родным и близким погибших», говорится в телеграмме, опубликованной на сайте АКОРДЫ. «Родным восьми погибших при крушении Ми-8 помогут с похоронами в Алматинской области. Как известно, из тринадцати погибших восемь из нашей области. Сейчас самое главное – психологическая поддержка родных и близких погибших», – сказал руководитель пресс-службы АКИМа Алматинской области Галмурат Жукел. В свою очередь, заместитель командира в воинской части 21-751 Бигбулат Жумабаев отметил, что Министерством обороны будут приняты меры по оказанию моральной и материальной помощи семьям всех погибших. В рамках действующего законодательства будет выплачена единовременная денежная компенсация в размере заработной платы за пять лет. Будет предоставлена возможность бесплатной приватизации служебного жилья или выплачена денежная компенсация для приобретения жилья в собственность, а также будут возмещены все расходы, связанные с погребением, пояснил Жукел. Стала известна повестка дня предстоящего визита президента Казахстана Касымжумарта Токаева в Россию, сообщает пресс-служба главы государства 3 апреля. Токаев отбывает с официальным визитом в Российскую Федерацию. Главным пунктом программы пребывания главы государства станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Повестка дня встречи лидеров Казахстана и России содержит вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы, сообщили в Аккорде. Отмечается, что по итогам визита планируется подписание ряда двусторонних документов. Пожар на месторождении Каламкас прекратился, сообщает пресс-служба Минэнерго Казахстана. 28 марта в час 05 произошло погашение очага возгорания грифона возле скважины на месторождении Каламкас. На сегодняшний момент отсутствует водогазопроявлений, закрылись возникшие грифоны, сообщили Минэнерго. Напомним, 25 марта в 7.10 дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Мангосталской области поступило сообщение, что в Мангосталском районе на нефтяном месторождении Каламкас акционерам общества Мангостал Мунайгас в одной из скважин происходит открытое горение газоводопроявления грифона высотой 10 метров на площади 900 квадратных метров. Отмечалось, что жертв и пострадавших нет. Сенат Парламента Казахстана выбрал главу Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности, которые ранее возглавляла Даригана Зарбаева. Предлагаю избрать председателем Постоянного Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Мухтара Кулмухамеда. Он является известным государственным и общественным деятелем, был первым заместителем председателя партии Нур-Атан, а также был на очень ответственных должностях. Он опытный, квалифицированный депутат. Я думаю, что все вы поддержите мое решение, сказала спикер Сената Назарбаева сегодня на пленарном заседании. Сенаторы предложения главы палаты поддержали. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Десятый международный турнир по боксу на призы чемпиона мира Галиба Джафарова. В нем приняли участие более 180 спортсменов из пяти стран СНГ. Из тысячи шикарных и теплых шуб ты точно найдешь ту, о которой всегда мечтала. На ярмарке шуб «Эталон Меха». Скидка на любую норковую шубку до 150 тысяч тенге. Мы ждем вас со 2 по 7 апреля. Кинотеатр «Локомотив». Мындаған сәны жарасқан, әрі жылы тондар ишінен тем бұрыннан армандаған тонымды. «Эталон Меха» өлбір тондар жәрменкесінен табасын. Кез келген құндыс тонға 150 тысяч тенге дейін жеймеді. Сіздерді ексімен жетінші сәуір аралығында күтеміз «Локомотив» кинотеатрым. Сатушы, орындаушы, өндірушы. Керезімшарт міндеттерін толық немесе жартылай. Немесе сапасыз атқарған жағдайда. Қазақстан Республикасының тұртнуушылардың қоқықтарын қорға туралы заңы бойынша, өз қалауымызды талабетуге қоқығымыз бар. Анық көріп, тамаша көрінуге сізге взгляд оптикасы көмектеседі. Науқан, стилді көзілдірік жектемелері 500 тенге. Көзілдірікке тапсырыс берсеніз компьютерлік диагностика тегін көрсетілері. Линзалардың барлық түрлері бейбакалды, астигматикалық, прогрессивті, түрлі түсті контактілер линзалар бар. Көзілдірік 15 минуттары салады. Кескелген күрделіктегі жөндеу, үзіліссіз, демалықсыз. Біз сіздерге қуаныштымыз взгляд оптикасы. Уалиханып көшесі 32, Теміржол Вағзалыға әлдамасына қарама ғарса. Радионы онлайн тұңда. Секта радиостан сәнді тұңда. Өз телефоныңнан қалаған ерде. Ақтюбе радио онлайн тұңдаңыз. 3W Ақтюбе радио кезет сайтында. Ақтюбе радио кезет сайтында. Здание суда номер 3 города Ақтюбе сегодня торжественно открыли центр семьи в рамках реализации пилотного проекта «Семейный суд». Задача такого центра – сохранение семьи, снижение количества разводов. Здесь с супружескими парами будут работать семейные психологи, судьи-примирители и профессиональные медиаторы. Светлые тона, удобная мягкая мебель и игрушки для создания уютной и дружественной атмосферы. Ведь именно в этом кабинете психологи, судьи и медиаторы будут работать с супругами и детьми, прежде чем начнутся судебные разбирательства по искам о разводе, взыскании алиментов, другим брачно-семейным конфликтам. Центр создан для досудебного урегулирования возникших проблем, уменьшения количества разводов и самое главное – для профессиональной работы с детьми и защиты их интересов, потому что дети переносят бракоразводный процесс родителей тяжелее всего. Все эти беседы ведутся, чтобы сохранить семью, или хотя бы в случае, если невозможно сохранить брак, как бы смягчить эту ситуацию, чтобы не так было болезненно для детей, поскольку в данном случае при расторжении брака здесь именно дети, вопрос интереса детей затрагивается. Принцип работы центра довольно прост. Граждане подают заявление о расторжении брака, а затем им приходит письмо, где их приглашают на беседу с психологом. Если сохранить брак все же не удалось, судьи, примирители и медиаторы ставят перед собой задачу смягчить последствия развода. Необходимость создания семейного центра возникла из-за того, что из всех судебных дел 30% расторжение браков и разделы имущества. Амира Таутенова, Алексей Уразов, программа «Факт». Сегодня в Ак-Тубе торжественно открылся дискуссионный центр «Молодой лидер». Мероприятие сопровождалось региональным дебатным турниром на тему «Молодежь. Будущие страны» и праздничным концертом. Все усилия организаторов в лице руководства сферы образования приложены с целью установления взаимного сетевого сотрудничества молодых жителей западного региона. В средней школе номер 55 распахнул свои двери первый в Ак-Тубе молодежный дискуссионный клуб под вывеской «Молодой лидер». Он создан для любителей вносить альтернативные предложения, отстаивать собственные позиции в спорах на злободневные темы, а также призван стать основной площадкой для проведения дебатов среди школьников и студентов. Я с восторгом пришла на это знаменательное для нашего города событие. Почему? Потому что считаю, что дебатная технология, дебаты, они действительно формируют гражданственность, патриотизм наших молодых людей. Движение зародилось еще 20 лет назад в стенах городских школ. Сейчас дебаты набирают обороты. Сам процесс многие считают весьма увлекательным и захватывающим. Именно поэтому практически в каждой школе, вузе и колледже действуют подобные клубы, где актюбинские ребята готовятся, а затем успешно выступают на турнирах городского, регионального и республиканского масштабов. Лично мое мнение, дебат – это центр дружбы, так как когда мы участвуем в разных турнирах, мы познакомимся с людьми, и у нас бывают общие знакомства. И ради этого мы расширяем свои кругозоры, и можно сказать, благодаря дебату мы развиваемся. То есть у нас будет прогресс ради дебата. За это я пришла сюда, чтобы развивать себя, узнать что-то новое и знакомиться с новыми людьми. Посоревноваться в собственных интеллектуальных умениях ребятам сегодня также удалось. Здесь же прошел очередной обучающий региональный дебатный турнир на тему молодежь будущей страны. К диалогу в формате лофт на этот раз пригласили участников из учебных заведений нашего города и соседнего Уральска. Дебаты сегодня проходят по американскому парламентскому формату. То есть когда команда из двух человек, оппозиция и правительство, будут обсуждать какую-либо острую тему. Правительство предлагает свое решение проблемы, оппозиция должна показать состоятельность и несостоятельность этого решения и предложить свое решение этой проблемы. Вы представьте себе, что молодежь сегодня уже в рамках дебатов формирует навыки принятия решения. Вот это ли не здорово? На дискуссии дебатеры затронули тему развития в Казахстане молодежной политики и высказали свою точку зрения по спорным вопросам. Напомним, этот год проходит в стране под знаком Года молодежи, на проведение целого ряда мероприятий, направленных на поддержание прогрессивных инициатив в молодежной среде. Ирина Гудь, Смирлана Манжолов, программа «Факт». Сегодня на базе библиотеки имени Пушкина состоялся вечер памяти Еды Герба-Тыра, посвященный 600-летию национального героя. В ходе мероприятия собравшиеся познакомились с его жизнью и деятельностью, узнали о литературных произведениях и песнях в честь великого воина. Городская центральная библиотека имени Михаила Ломоносова на базе библиотеки имени Пушкина, номер 2, проводит вечер, посвященный Еды Герба-Тыру, 600-летию Еды Герба-Тыра. Это знакомство читателей с его произведениями, с его жизнью, деятельностью. В октябре прошел 10-й международный турнир по боксу на призы чемпиона мира Галиба Джафарова. В нем приняли участие более 180 спортсменов 2003-2004 года рождения из пяти стран СНГ – России, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. За призы турнира боролись юноши в 15 весовых категориях – от 42 килограмм до 80 и выше. Первенство стартовало 26 марта и завершится 30 числа. Как рассказали организаторы соревнований, в первую очередь это обкат молодых боксеров на международной арене и сравнение их возможностей. Кстати, из 180 участников около половины составляют воспитанники Актюбинской школы бокса. Здесь участвуют 5 стран-участников. Это ближайшее наше государство, Россия представлена несколькими составами и одни из сильнейших боксеров всего Казахстана. Турнир будет проходить 4 дня. Здесь выявляются сильнейшие ребята в возрастной категории 2003-2004 годов рождения. Кроме практической составляющей, смотря молодых спортсменов, организаторы отметили, что именно на турнирах международного класса начинающие боксеры заводят знакомство с коллегами, что в немалой степени способствует популяризации и стимулированию этого вида спорта у актюбинской молодежи. Антон Пережогин, Сергей Калашников, программа «Факт». Спасибо. Спасибо. Спасибо.